В Омском автобронетанковом инженерном институте прошли традиционные соревнования День призывника. Более 200 человек, все они допризывная молодежь. А всего 15 команд боролись за право носить звания самых спортивных. Сборные из Омского, Кормиловского, Таврического, Марьяновского, Любинского, Азовского, Черлакского и других районов области, воспитанники Омского отдельного казачьего общества, Омского кадетского корпуса и другие. Юные допризывники сейчас будут соревноваться. Самое главное это попробуют боевое оружие, будут стрельбы боевые и проведут эстафету. И сильнейшие из них в дальнейшем примут участие уже в областном конкурсе Дня призывника. По регламенту соревнований в программе Дня призывника традиционно сборка и разборка автомата Калашникова, подтягивания на перекладине и военизированная эстафета, где участники бегали в противогазе, переносили ящик с боеприпасами, стреляли по падающей мишени, а также переносили раненого на носилках. Помимо соревновательной части была и образовательная. Участникам Дня призывника показали военную технику, устроили также смотр мастерства, строевой подготовки будущих танкистов. Десантники продемонстрировали мастерство владения армейским рукопашным боем. Ребята соревнуются по нескольким видам, стреляют из автомата. Многие первый раз, да даже большинство первый раз стреляют из настоящего боевого оружия, выполняют силовые упражнения. В итоге выиграли учащиеся Омского кадетского корпуса. На втором месте в командном зачете оказалась дружина Кировского административного округа, на третьем – Марьяновского района. Главной наградой для ребят в этот день были не только медали и кубки. Всем им посчастливилось поучаствовать в парадном марше во время традиционной встречи ветеранов Великой Отечественной войны с личным составом войск Омского гарнизона, которое состоялось в военно-патриотическом мемориальном комплексе «Черемушки». Продолжение следует...